Здарова, братик! Сегодня я расскажу тебе о самых крутых мобильных играх в 2023 году с сюжетом. В этой подборке тебя ждут игры самых разных жанров, приключения, экшены, квесты, РПГ и даже хорроры, как для слабых, так и для мощных мобильных устройств. В отличие от своих конкурентов, сегодняшние проекты могут затянуть тебя на десятки часов, благодаря очень крутым историям, которые с легкостью могут конкурировать с сюжетными ААА проектами на ПК или консолях. Поэтому смотри видеоролик до самого конца. Я уверен, ты найдешь тут что-то интересное конкретно для себя. Ну а с тобой, как всегда, Отец Евген. Добро пожаловать на мой канал. Здарова, Отец. Надеюсь, тебе здесь понравится. Мы тут помимо обзоров на игрушки, еще всяких дурочков и стендоффа разоблачаем. Я нищий! Я бомж! Присаживайся поудобнее, прожимай мне свой отцовский лайкосик, потому что каждый твой лайк мотивирует меня делать подборки игрушек на мобилы еще более крутыми. А еще таким образом я могу увидеть, зашли тебе игрушки из списка или нет. Приятного просмотра! Dead Effect 2 Открывает наш топ научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Вас ждет прекрасная графика консольного уровня и потрясающий геймплей, приправленный очень интересной историей на более чем 20 часов прохождения. События игры разворачиваются в 2083 году, как и в первой части на территории космической станции Meridian, которая буквально кишит ордами зомби. В отличие от прошлой части, сюжет здесь на 10 голов круче. Вы в роли бывшего спецназовца будете выполнять поручения по спасению оставшихся в живых на станции людей. Основная задача – освободить корабль от монстров и военных, долететь до планеты Таос-Эти и заняться изначальной миссией экспедиции – колонизацией новой территории. Если любите качественные экшены, хорроры, то я однозначно рекомендую вам эту игру. Atom RPG Это игрушка в жанре РПГ – порт с ПК. В 1986 году СССР и Западный Блок были практически уничтожены в ходе обмена ядерными ударами. Вы – один из выживших после апокалипсиса. Ваша задача – исследовать жестокий и загадочный мир советских пустошей, завоевать в нем свое место под солнцем и распутать зловещий заговор, угрожающий жизни на Земле даже больше, чем атомная война. Из особенностей, помимо нелинейного сюжета на сотню часов, можно выделить еще и возможность создания уникального персонажа, со своими сильными и слабыми сторонами. Довольно интересные тактические пошаговые бои, сбалансированную ролевую систему и десятки самых разных навыков – от взлома замков до азардных игр. И довольно интересный и увлекательный игровой процесс, который развернется на самых разных локациях советского постапокалипсиса. В общем, если вы любите нелинейные РПГшки, то это для вас просто мастхэп. Бесконечное лето. А это еще один порт с ПК в жанре нелинейной графической новеллы. Если вы любите атмосферные приключения с возможностью выбора, то это точно для вас. По сюжету вашего героя зовут Семен, который попал в одну очень интересную ситуацию. И чтобы не портить ваши впечатления, я не буду сейчас спойлерить. Скажу так, Сема просто случайно заснул в автобусе лютой зимой, а когда проснулся, оказался в незнакомом месте среди жаркого лета в пионерлагере Савенок. Вот она вся завязка этой истории. Чтобы разгадать, что же с вами случилось, вам придется получше узнать местных обидателей. А может даже и встретить собственную любовь, и сделать с ней то самое. Да-да, здесь есть 18 плюс контент. Разобраться в лабиринтах, сложных, человеческих взаимоотношений и своих собственных проблемах. А попутно решить загадки лагеря. Ну и конечно узнать, как вернуться обратно в свой мир. Или может быть не возвращаться вовсе, и остаться здесь навсегда. Ну а если, братик, ты не знаешь, где скачать все предложенные мной игры, то welcome в мой телеграм-канал, ссылочка ждет тебя в описании. Там ты найдешь абсолютно все ссылки на скачивание всех игр, о которых я рассказываю в своих видео. Плюс ко всему там довольно часто я делюсь играми, которые не попадают в подборки на ютуб, и другим не менее интересным контентом. Короче, я жду тебя в телеге, ссылочка ждет тебя в описании. Не забывай ты лайк. Final Fantasy XV Pocket Edition А это мой личный фаворит сегодняшней подборки. Легендарная пятнадцатая финалка, адаптированная под мобильные устройства. Несмотря на довольно мультяшную графику, это потрясающая история. Настолько, что я прошел ее уже дважды. На ПК, а затем и на мобильном устройстве. Да, сюжетно они вообще не отличаются, просто на ПК графика круче, а на мобилке, собственно, вот. Вы в роли принца по имени Ноктис и его товарищей отправляетесь в путешествие, которое должно позволить вам освободить королевство, захваченное империей Нифельхейм. Со временем принц узнает, что на самом деле он должен уничтожить тьму, угрожающую всему миру, при помощи силы свет, использовать которую может только истинный король из рода Люцисов Кэллома. Блин, ребят, вот сейчас честное слово. Я, как истинный фанат Final Fantasy, который пересмотрел все аниме, все фильмы, переиграл абсолютно во все части серии, очень сильно хочу вам рассказать про пятнадцатую финалку. Это одна из моих самых любимых частей серии. Но не хочу вам спойлерить, просто вот возьмите и попробуйте. А если сомневаетесь, то предлагаю посмотреть вам аниме. Это приквел к истории, которая будет вас ждать в игре. Игрушка, само собой, платная, у Скворениксов вообще все платное, поэтому ссылочку на скачивание я оставил сам знаешь где. Там же оставлю ссылочку и на фильм. Машинариум. А это обалденный квест в уникальной стилистике, который за время своего существования уже успел стать культовым. Те, кто играл в нее на компе, оценят и с удовольствием поиграют в нее снова. А те, кто с ней не знаком, смогут насладиться прелестью ее задумки прямо со своего телефона. Что же такое Машинариум? Машинариум это город, наполненный ржавыми железными жителями. Как и в каждом мегаполисе, любой его житель занят своими делами. Им совершенно насрать на маленького робота, разобранного хулиганами где-то на свалке. Этот робот, собственно, вы. Тут и начинается ваша история. В отличие от других квестов, здесь нет диалогов, но есть облачка с мыслями, которые помогают понять суть проблемы и, возможно, даже найти ее решение. Лимбо И еще одна легенда, которая была портирована на мобильное устройство. Изначально Лимбо была выпущена для игровых консолей и впоследствии, в связи с небывалой популярностью, была портирована на большинство игровых платформ, в том числе и на Android. Сюжет разворачивается вокруг маленького мальчика, который в поисках своей сестры попадает в сказочный мир, выполненный в монохромных тонах и наполненный разнообразными ловушками. Лимбо – это игра, получившая огромное количество наград на игровых фестивалях и выставках, благодаря не только своим механикам, но и потрясающим, очень трогательному сюжету. В свое время она даже была номинирована на игру года, а все вы знаете, эту награду просто так не дают. Спасибо, Кэп. To the Moon Очень атмосферное, пиксельное приключение с элементами RPG, сюжет которого вам подарит целый спектр эмоций, от счастья до невыносимой грусти. У ваших главных героев, доктора Розалин и Уоттс, необычная работа. Они дают пациентам шанс прожить собственную жизнь заново, с самого начала, но только в их сознании. Из-за трудности проведения операции, новая жизнь станет последним, что будут помнить пациенты перед тем, как умрут. Поэтому эта процедура проводится только для тех, кто находится на смертном адре, то есть при смерти, чтобы исполнить желание, которое они мечтали осуществить всю жизнь, но по той или иной причине не смогли. История рассказывает о попытках исполнить мечту старика по имени Джонни. Каждым шагом назад во времени раскрывается новый фрагмент его прошлого. По мере того, как два доктора сводят воедино кусочки пазла, прожитой одной жизнью, они пытаются понять, почему же больной старик выбрал в качестве своего предсмертного желания именно это. Полет на Луну. Ну, признайтесь, ведь очень интересная завязочка. Меня аж мурашки от нее. Но, сразу же вас предупреждаю, при прохождении этого шедевра вы гарантированно не один раз заплачете. Булли. Я уверен, чуть ли не каждый из вас знает про эту игру. Ну, а если вдруг нет, то, я не знаю, вы вообще нормальный. Это легендарная игра от Rockstar с увлекательным сюжетом, полным иронии и юмора. В роли 15-летнего трудного подростка Джимми Хопкинса вы окажетесь в самой худшей школе в мире, где каждый второй ученик это либо хулиган, либо перекачанный тупой идиот выпендрежник. Ваша цель постараться выжить в этой школе, прибегая к хитрым приемам и подключая для этого свою фантазию. Наказывайте хулиганов, делайте подставы учителям, выручайте ботаников и станьте главным чуваком в этой школе. Пускай игра довольно старая, но она по сей день остается очень крутым и не имеющим аналогов проектов, тем более для мобильных устройств. И говоря об играх с интересным сюжетом, Булли просто нельзя не включить в этот список. Если вдруг ты не играл, то обязательно попробуй. Implosion Never Was Hope Через долгих 20 лет после поражения Земли в глобальной войне остатки человеческой расы вновь столкнулись с угрозой вымирания. И пришло время оправдать свое существование в этом жестоком мире. Неизвестная форма жизни, более известная как Сада, нападает на Землю и вступает в схватку с новейшим и единым оружием человечества, которое сможет дать отпор. Это боевой костюм Bar Max 3. Вот такая вот завязочка сюжета в этой довольно качественной экшен-РПГ с потрясающей графикой консольного уровня. Игра вышла в 20-м году, но по сей день не растеряла своей крутости и остается одной из лучших игр в этом жанре. Помимо крутого сюжета, в игре первоклассная озвучка и аудиоэффекты, восстозданные по всем голливудским стандартам. И это здесь вовсе не для какого-то красного словца, даже не думай, братан. За эффекты в ответе звукооператор трилогии Властелин колец Грэмми Джон Курлан. Благодаря его профессионализму играть в этот шедевр в наушниках абсолютный кайф. Игрушка, кстати, платная, стоит больше тысячи рублей. Ага, тысяча рублей за мобильную игру. Дожили. А для россиян она и вовсе недоступна. Но! Телеги, сами знаете кого, она лежит совершенно бесплатно. Итак, друзья, вот такая вот интересная у нас с вами подборочка игр с классным сюжетом сегодня получилась. Обращаю ваше внимание, что эта подборка была составлена исключительно исходя из моих вкусов и предпочтений. Поэтому не нужно судить меня за то, что какая-то игра сюда не вошла. Вместо этого ты можешь поделиться названиями своих крутых игр в комментариях. Мне будет очень интересно прочесть и что-то попробовать. Ну и, конечно, если хотя бы одна из предложенных игр тебе понравилась, то не поленись поддержать это видео своим отцовским лайкосиком. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok